Здравствуйте! В эфире программа «По существу» с вами Татьяна Трофимова. Говорим мы сегодня о противодействии коррупции в Чувашии. В гостях у нас сегодня начальник управления главы Чувашской республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Сергей Галошев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Слово «коррупция» в переводе с латыни означает «разложение порча». Коррупция ассоциируется у людей с хищением бюджетных средств, с взятками, с превышением должностных полномочий. С чем ассоциируется у вас это слово? Вообще коррупция присуща у нас, к сожалению, любому обществу. Это явление не только то, что в него входит, не только то, что вы перечислили. В том числе и коррупция поглощается в такие явления, как предоставление сведений госслужащими, сведения о доходах недостоверной, непредоставление сведений о расходах своих. В основном наше управление ощущает работу в этом направлении. Сергей Николаевич, какая разница между противодействием коррупции и борьбой с коррупцией? Это два понятия, взаимосвязанные, и одно без другого не бывает. Не бывает у нас борьбы без противодействия коррупции, так и противодействия коррупции не бывает без борьбы с ней. Ну в чем заключается вот противодействие? Противодействие, мне кажется, заключается в том, что мы проводим разъяснительную профилактическую работу среди государственных служащих, среди госорганов, среди граждан, в том числе. И в том числе и наша работа связана с выявлением факта коррупции, направлением этих материалов в правоохранительные органы для принятия соответствующих решений. Ну борьба, понятно, да, уже по факту. Борьба уже с фактом коррупции идет. Чем вам больше все-таки приходится заниматься? Противодействием или борьбой? Больше профилактикой, скажем так. Наверное, это даже неплохо, да, что больше профилактикой? Конечно, конечно, конечно. Буквально на днях были опубликованы результаты прокурорской проверки, которые показали, что 25 депутатов Чебоксарского городского собрания при заполнении декларации за последние два года допустили такие нарушения. Они не указали наличие у них в собственности квартир, другой недвижимости, земельных участков, что у них были какие-то доходы с какой-то деятельности коммерческой. Как вообще такое могло произойти? Как вы прокомментируете эту ситуацию? Необходимо отметить, что муниципальные депутаты в силу закона обязаны предоставлять в адрес Совета депутатов достоверные сведения о своих доходах и расходах. В данном случае ряд депутатов, согласно представлению прокуратуры, предоставили такие сведения недостоверными. В связи с чем предстоит разбираться в этой части? И после подтверждения или опровержения доводов прокуратуры будут к этим депутатам приняты соответствующие меры реагирования. Смотрите, Сергей Николаевич, как такое вообще могло произойти? А люди, которые принимали у них декларацию, то, что у них не возникло к ним никаких вопросов, здесь к ним могут быть предъявлены какие-то претензии? Нет, в этой части я считаю, что действует такой принцип невиновности. Виновности, то есть лицо, которое предоставило сведения о своих доходах, должно их было предоставить в достоверном виде. Соответственно, лицо, которое их приняло, оприворно предполагает, что сведения представлены достоверными. Все понятно. Вообще, в принципе, возможно ли такая ситуация? Я, конечно, не знаю, что какой-то депутат мог забыть, что у него есть квартира, что у него есть там какая-то яхта. Но у 25, наверное, человек сразу такое произойти не могло. Какое наказание может здесь быть вот в таком случае? Ну, хочется отметить, что, конечно, нарушение, нарушение рознь. Согласно сведениям прокуратуры, которые опубликованы были, были там выявлены и мелкие нарушения, когда, допустим, остатки счетов не были указаны незначительно. Но были выявлены крупные нарушения, связанные, как вы сказали, не представлено сильно о своих квартирах, миллионных счетах. Это, конечно, существенное нарушение. И наиболее строгое наказание за это – это досрочное прекращение полномочий депутатов. В истории вообще были такие случаи? В том числе и в Чувашии, и в целом по России такие случаи, к сожалению, бывают. И, соответственно, органы местного управления представительно принимают решение о досрочном прекращении полномочий таких депутатов. Это максимальное наказание? Да, это максимальное наказание. Новости про коррупцию, к сожалению, постоянно в новостных лентах. Чуваша – не исключение. Из последних примеров, если брать, были коррупционные нарушения. В министерстве спорта Чувашской республики. Вот это примером и вы, различными примерами, и вы, наверное, меня можете дополнить. Ну, про министерство спорта могу рассказать более подробно, поскольку наше управление непосредственно участие принимало в выявлении нарушений в этой сфере. В данном случае замминистра спорта Чувашской республики в ходе строительства биатлонного центра допустил коррупционные деяния, через чем последний привлекает сейчас в настоящее время к уголовной ответственности по материалам Минспорта и нашего управления. Какие суммы там фигурируют? Значительные суммы – десятки миллионов рублей. Был нанесен ущерб, получается, региону и конкретно в строительстве биатлонного центра. Вообще необходимо отметить, что в поле зрения управления попадает весь спектр государственных и муниципальных служащих. То есть и министры, и депутаты, в том числе и сельского поселения, и городов, и государственные и гражданские служащие, любого уровня. Управлением проведена проверка в отношении депутата Чебоксарского городского собрания Никитина. В ходе проведенной проверки в отношении его были выявлены не декларированные последними, а также его супругой. И множество счетов, по которым прошли десятки миллионов рублей. Однако они не были отражены в его справках о доходах. Материалы для принятия решения направлены на Чебоксарское городское собрание, которое вправе принять в отношении его предусловленную законодательством меру ответственности. В здравоохранении какие примеры вы можете привести? По здравоохранению, например, совместно с Министерством здравоохранения и нашим управлением было выявлено хищение в Янцевской районной больнице, в связи с чем там также должностные лица привлекаются к уголовной ответственности. Говоря о коррупции, мы все время говорим о хищении бюджетных средств, о взятках, о превышении должностных полномочий. Ведь еще очень часто встречается конфликт интересов. Что это такое? Ну, ярким примером конфликта интересов, за которые должностное лицо было уволено, можно привести по прошлому году. Это в Министерстве строительства, помощник министра, был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, в связи с совершением именно вот этого коррупционного правонарушения. Последний совмещал работу в госорганах с коммерческой деятельностью. А в чем состоит конфликт интересов? Это, ну, опять-таки, юридическое понятие очень сложное для обывателя. Простым языком скажу, это действие государственного служащего или муниципального служащего в интересах себя или в интересах третьих лиц, вопреки интересам службы. На вашей практике такое часто встречается? Слава Богу, нечасто, но такие события иногда бывают. Говоря опять же о коррупции, мы затрагиваем в основном сотрудников органов государственной власти, чиновников, депутатов. Но ведь в коррупцию могут быть вовлечены и простые граждане по своей же собственной вине, иногда того не подозревая, а иногда просто не зная, что это является коррупционным действием. Вот примеры каких таких действий вы можете привести? Ну, действительно, в коррупции участвуют не только государственные служащие, но и, к сожалению, граждане, которые провоцируют к совершению правонарушения последних. Например, за выполнение какой-то услуги что-то предлагают. Конечно же, эти действия недопустимы, и, в частности, уголовным кодексом установлена ответственность в отношении этой категории граждан за совершение такие деяния. В своей работе, в своей непростой работе, вы наверняка сотрудничаете с правоохранительными органами. Как это сотрудничество и взаимодействие с друг с другом у вас происходит? Наиболее тесное взаимодействие у нас, нашего управления, осуществляется через прокуратуру и МВД. У нас налажен постоянный обмен информацией. Мы проводим различные совместные мероприятия проверочные, совещания. Более того, в части профилактики совместно с прокуратурой мы участвуем на различных площадках и на встречах с гражданами, студентами, общественностью. Мы проводим семинарские занятия с кадровыми службами. Все эти меры у нас направлены на то, чтобы профилактировать в совершении госслужащими и муниципальными служащими коррупционных правонарушений. Как вы считаете, это эффективно? Да, эффективно, заметно в этом году у нас снижение привлечения граждан к должностных лиц к ответственности, да и характер самих нарушений меняется. То есть те меры профилактические, принятые нами в прошлом году, в текущем году, снижают определенный вид нарушений, допускаемых в прошлые годы. Ну, например, те же сведения о доходах, более качественные справки стали, чаще стали гражданам уведомлять о возможном конфликте интересов. Поэтому работа приводит в свои результаты. То есть в вашей структуре нарушителей становится меньше в плане коррупции? Да, да, да. И характер меняется этих нарушений. Сергей Николаевич, как вы думаете, можно ли победить коррупцию? Я скажу так. Мы все сделаем, чтобы это зло было скорено. Спасибо, Сергей Николаевич. В гостях у нас был начальник управления главы Чувашской республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Сергей Калошев. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»